Разобраться вот в этом феномене тотального зла. На юрфаке не изучают права человека. Я не понимаю, в чём заключается их идея, во что они верят. Тяжело всё время проявлять эмпатию. Чтобы пришёл Брестский трибунал. Мне ещё нравится такая теория. Брестский трибунал очень прекрасный, мне кажется. Брестский трибунал очень прекрасный, мне кажется. В этом выпуске мы познакомимся с теми, кто делает эту работу, с документаторами. Как они пришли до документации и чему притягивают заниматься им. Тяжко дается им такой процесс. Какие книжки они читают и какие организации стоят за процессом документации. Сегодня мы говорим с Полиной из правоаборантского центра Весна и Стасом. С Международного комитета по расследованию и готованию в Беларуси. Пачнём знакомство с Полиной и не только. Полина, привет, привет. С нами так само собака. Собака, привет. Тому, когда он будет гавкать, то выбачаемся за это. Вось, хотела поразмолять с тобой, Полина, про документование и про шлях до его. И вось, почнем со шляха до его. Ким ты была до того, как пришла в отдел документования весны? Ну, я училась в университете. У меня философское образование. Я закончила БГУ. До того, как прийти в отдел, я волонтёрила. В весне занималась волонтёрством я на горячей линии и в самом отделе документирования. И вот этими занималась. Да, училась, волонтёрила, работала ещё. Как закончила универ, проходила разные обучения. Там в белорусской прооборонной школе, например. Примерно всё то же самое, что и сейчас, но без непосредственного документирования. После событий 2020 года такие организации, как Dignity — это Датский институт против пыток, Redress — это правозащитная организация, международный комитет против пыток, белорусская организация. И мы непосредственно весна, скажем так, объединились и создали платформу APB, международная платформа по привлечению виновных к ответственности за события в Беларуси в 2020 году. В общем, короткая платформа. И в рамках платформы в 2020 году и после уже в самой весне появилось новое дело документирования. Чем конкретно мы занимаемся, мы фиксируем пытки, жестокое обращение, факты физического и психологического насилия, последствия, которые переживают люди. Не только события 9 и 13 августа 2020 года непосредственно, но и всё, что происходит по сей день. Мы фиксируем всё достаточно подробно. То есть чем документирование, например, отличается от журналистского интервью в том, что нам важно собрать непосредственно доказательства того, что были факты жестокого обращения или пыток. Поэтому интервью, где мы документируем эти факты, достаточно подробные, очень долгие. И в зависимости от истории человека, его способности вообще говорить об этом. И где мы фиксируем в том числе и белорусский контекст по причине того, что, во-первых, многие люди, которые с этим будут работать в будущем или даже сейчас работают, не знают, что происходит или не знают в достаточной степени. Поэтому мы достаточно много внимания уделяем контексту, потому что для того, чтобы заниматься расследованиями и доказательствами, что было, очень важно понять, с чем это связано. Вот. Мы также занимаемся такой, я бы сказала, документирование немножко похоже действительно на процесс расследования, потому что с момента, когда человек начинает свой рассказ, там, меня задержали там-то, там-то, в такое-то время, начинается такое восстановление, такой мозаика событий. То есть мы просим человека рассказать, ну, задаем вопросы ему, чтобы в конечном итоге человек, который будет с этим работать, или, например, человек, который, ну, с нашего дела, кто с этим работает, чтобы у него осталось вообще никаких вопросов, что там происходило. Вот. Мы также достаточно много внимания уделяем медицинской части, то есть когда человек говорит про психологическое насилие, про физическое насилие, про последствия, которые у него были, например, от отсутствия медикаментов или условий, там, содержания в камере. Мы много внимания уделяем этому, то есть, например, в камере горел свет, как это влияло на сон человека, потому что это всё достаточно важно. Вот. Поэтому это немножко отличается от, я бы сказала, журналистского интервью, где происходит такой, ну, монолог, рассказ того, что происходило. Наша задача здесь больше, ну, непосредственно задокументировать и впоследствии там доказать, что это всё действительно было, и что человек не просто про это рассказал, а мы ещё как-то задали достаточное количество вопросов, чтобы убедиться в том, что это с ним действительно происходило. И в документировании всегда есть момент беспристрастности, то есть мы никогда, у нас нету какой-то выборки, то есть там по полу, например, по гендеру, по возрасту, по профессиональным навыкам. То есть, ну, такого это, в принципе, исключено для нас, как и для правозащитного центра, вот. Но это действительно очень важно. И очень эпатичное и внимательное отношение к пострадавшему, и пострадавшими мы в том числе тоже достаточно растяжимые для нас понятия, то есть у нас также нет выборки, кто больше пострадал, кто меньше пострадал. Но человек, которому не применяли физическое насилие, например, у нас к нему ровно такое же внимание и трепетные отношения, та же беспристрастность, как человек, которому применяли эти факты физического насилия, которые был. Мы сейчас находимся дома, у тебя, Полина, подчас записываю интервью, и тут шмат книжек. Наприклад, я пережила «Асвенцем» книжкой Кристины Живульской, и шмат яких еще. Самые великие литры – это нацисты, ну, помимо там мастера Маргариты, пианиста, вот нацисты. И у тебя есть цикавость до этой темы, национал-социализма, як это... Может, это связано с тем, что ты пришла в документованне? Я бы так сказала. Мне кажется, что у меня, наверное, еще до 20-го года какая-то такая повышенная эмпатичность и чувство справедливости. И еще со времен университета, когда училась я на философском факультете, у меня был интерес не столько к национал-социализму, сколько к этой концентрации зла, которая случилась в 1933 году в Германии. Для меня это просто такая действительно настоящая концентрация зла, какого-то безумия, которое было, на самом деле, в рамках истории не так давно. Поэтому это очень интересно, потому что это было, во-первых, не так давно, во-вторых, осталось очень много разных задокументированных, опять же, свидетельств. И здесь, в Польше, это очень-очень-очень хорошо видно и проявляется историческое наследие. И здесь почти на каждом доме, когда ты видишь какую-то табличку, здесь немецкие солдаты расстреляли такое-то количество людей. И для меня очень важно, наверное, в целом не столько там, ну и в том числе в рамках моей деятельности, но в целом по жизни разобраться вот в этом феномене тотального зла. И я своим таким, ну не создая кумира себе, но в любом случае такого кумира я считаю своим Хану Аранд и ее вот эта теория, или как теория, в общем, ее вот эта фраза про банальное зло и эта книжка про Ихмана, я прям, я поражаюсь ее. Думаю, как она четкая и полно описала то, что очень сложно облечь слова. И у меня, да, есть такая заинтересованность в том, как такое количество людей, которые завязаны и непосредственно принимали участие в пытках, в применении физического насилия, в угрозах, как это возможно, что с этими людьми, как они такими стали, как это можно избежать в будущем, что делать с этими людьми, когда, ну, условный режим пойдет. Вот, откуда это? И вот эти вопросы, которые я себе задаю, и эти книжки, которые у меня тут стоят на полках, это скорее такие способы найти ответ. Вот, ну, и в рамках своей работы я тоже, когда общаюсь с людьми, я слушаю их, что они рассказывают, например, про сотрудников, что они помнят, как они с ними общались. И я понимаю, что это мало, что очень мало различий между тем, что писала Ааронт про банальное зло, потому что я совершенно не вижу никакой, скажем так, идеи о белорусских правоохранительных органах, которые применяют насилие. И ничего, кроме вот этой банальности зла, вот этой тупости, какой-то жестокости, я не вижу. Но это такая, такой мысли вслух, это, конечно, нужно доказывать и эту формулу как-то выводить, непосредственно, может быть, в будущем общаясь непосредственно с правоохранительными органами. Но вот мне кажется, что это очень похоже на то, что происходит в Беларуси, потому что я не вижу со стороны, с той стороны, со стороны даже не столько властей, сколько именно правоохранительных органов, ну, так называемых правоохранительных органов, идей. Я не понимаю, почему они это делают. А ты почему это делаешь? Документируешь? Как раз таки, чтобы фиксировать всё, что они делают для того, чтобы разобраться, разобраться в том, что произошло. И самое главное, дать голос людям, у которых очень долгое время его не было. Потому что, когда я общаюсь с людьми, для меня это ещё и такой процесс, ну, помощи им, их восстановления. Потому что, например, очень многие люди, с которыми я общаюсь, говорят, что они до этого, там, со своими близкими, например, так откровенно это никогда не обсуждали. И становиться таким для людей, ну, там, субъектам, которым мамы не могут это всё доверить, рассказать, высказаться, для меня это очень важно. И я в своей работе всегда стараюсь найти какой-то индивидуальный подход к человеку. Вот это всегда очень тяжело, и у нас, конечно, есть какие-то правила в работе, там, которых мы придерживаемся, но в любом случае каждый раз любое общение с человеком, это что-то новое. Всегда нужно находить подход, и да, для меня важно дать им высказаться, понять, что они не одни в этом во всём, и что всё, что они пережили, во-первых, не будет забыто, будет зафиксировано. И они, там, в любой момент могут к этому обратиться, например, про это, там, подать какие-нибудь документы в какой-нибудь орган международный, вот, и в будущем добиться справедливости. Вот, я надеюсь и верю, что это возможно, потому что, опять же, если мы отсылаемся к тому же, что происходило в Германии, то показывает о том, что, когда власти не смотрят действительно в будущее, то происходит то, что произошло на том же Ньюбургском процессе. Что произошло? Давай напомним слухачам. На Ньюбургском процессе, я уже не помню точно фамилии, но была осуждена верхушка нацистской власти, по фамильному не вспомнено, там точно был Геринг, это такая вторая рука, скажем так, Гитлера, вот, и это люди, которые, которые на суде достаточно, так, я бы сказала, ну, немножко нагло себя вели, вот, но в итоге, я, конечно, не поддерживаю смертную казнь совершенно, но, скажем так, раз, если суд решил, то окей, но я это не поддерживаю, ну, в любом случае, не всех там казнили, вот, в общем, да, там произошло так, что они получили кто-то определенные срока, кто-то был казнен, и впоследствии была, в принципе, череда судов над, например, охранниками в концлагерях, или, например, сразу же после Ньюбургского процесса был суд над медиками, вот, которых тоже казнили, и, мне кажется, это, ну, и, в принципе, суды над нацистами бывшими, они до сих пор продолжаются, по-моему, в прошлом году как раз была история, как судили там какую-то охранницу, вот, ну, это вот про вот это, это про то, что в будущем мы никогда не знаем, сложно понять, где могут быть использованы, назованы нами задокументированные истории, то есть сейчас говорить, что это будет использовано там в Беларуси, это, ну, это просто невозможно, вот, но если все повернется так, что история, в любом случае, все расставит на свои места, и получится что-то подобное, что было впоследствии над теми, кто поддерживал нацистский режим, мне кажется, что это было бы, что это было бы хорошо. И вот такое питание, есть еще крытыка Нюнбергского процесса, в том, что этот процесс был расправой тех, кто перемог над переможенными, и вот так он выглядал, и мое питание такое, да, это правда, это, кстати, в том числе и мои претензии к Нюнбергскому суду, я не совсем понимаю, что там делает Советский Союз, что там делает Америка, которая за, по-моему, месяц до этого скинула бомбу, ну, может, не за месяц, может быть, чуть раньше, в общем, есть вопросы к суду, ну, и к другим странам тоже, мне сложно ответить на этот вопрос, это в любом случае должен быть не один суд, и здесь, мне кажется, что это такое очень, очень громадское питание, в общем, мне кажется, что этот момент должны решать люди, и я тоже спрашиваю часто людей, как они видят для себя справедливость, вообще, что это для них, и очень разные ответы, для всех это вообще, то есть, кто-то хочет, действительно, чтобы был суд справедливый, кто-то там хочет, чтобы эти люди прошли через то же самое, ну, то есть, это сложный вопрос, мне кажется, что это должны точно решать люди, это точно не должно быть каким-то возмездием, мне кажется, что использовать те же инструменты – это какой-то будет круговорот жестокости и насилия, вот, но, конечно, хотелось бы, чтобы это было, чтобы это было действительно справедливо, чтобы вот это право человека, в которое мы верим, чтобы оно даже здесь было использовано. Хотя кажется, что как бы очень тяжело применять к ним такие категории, но это очень важно, чтобы остаться людьми самим. Но у нас есть знакомый, коллега, который мечтает, чтобы это было, чтобы прошел Брестский трибунал. Мне еще нравится такая теория. Брестский трибунал очень прекрасный, мне кажется. В общем, да, я считаю, что это нужно будет решать как-то на уровне громадства. Не совсем понимаю, как это, потому что у меня нет эфирического образования, и я вообще не понимаю, как это все устроено. Но если дать людям голос, возможность решать, что будет с теми, кто как бы по факту лишал их дома, свободы, здоровья, то это будет самое правильное. Я зараз блесну ведами на контейнбанальности зла. Есть такая история с выкраданием израильской Масадом Эйхмана у Аргентиня. Я читала вспоминные женщины, яка працавала в Масаде, якая была утягнута в гэтую спецоперацию, ну, спецоперацию израильскую операцию по выкраданні Эйхмана. И она повинна была ему готовить ежу, и что с этим там еще рабить, давать леки, нечто такое. И она, когда доведалась про эту операцию, и рахтавалася до гэтага, однако, ментальна, она думала, что яны застрэнуцца с усветным злом, потому что Эйхман отправил вельми шмат людей на смерть. И, калі яны их убачили, то заразумелі, что это просто некий невзрачный клерк, прикладно, там так было написано. Можж гэта так само про банальне зла, клерк, який казав, что он просто выконывал загад. Ну так, во-первых, я хочу сказать, что мне кажется суперстранным до сих пор, что они украли Эйхмана, то есть не хочу ничего говорить, но мне кажется, что это было очень странно и не совсем хорошо. Но их критиковали, да, но есть вопросы, короче, по соблюдению прав. Ну да, это вот как раз теперь то, что я говорю, что мне кажется, у них, во-первых, нет идеи, то есть почему ты это делаешь, потому что они верят условно в какую-то белорусскую идею, у них её нет, мне кажется, я никогда про неё не слышала, я когда, например, читаю ту же, не знаю, книгу Губаза, я не понимаю, в чём заключается их идея, во что они верят, ради чего они всё это делают, почему, и если мы говорим про прям каких-то условных, вот клерков, как ты привела пример, то, ну да, если посмотреть даже на фотографии, вот недавно, окей, пришло ВНС, недавно, и там прям в прямом эфире показывали, это там чиновники, в любом случае, не правоохранительные органы, но там было много чиновников, и ты смотришь, что это просто обычные, не знаю, люди, обычные люди, то есть очень сложно поверить, что у них в голове может быть мысль там про какой-нибудь злой запад, и про то, что нужно уничтожать там всех, как они говорят, замгаров, ну то есть очень сложно поверить, что это возможно вообще, потому что это просто люди, и когда я там, ну работаю и смотрю какие-то там, не знаю, натыкаешь на сотрудников в социальных сетях, тоже ты видишь, там, что без формы этот человек там ходит на рыбалку там или еще куда-нибудь, это просто, просто человек ждет свою жизнь, да, и что делает с человеком формы и возможности по власти, это вот очень интересно, но у Уэйхмана, несмотря на то, что он такой был клерк, он там, ну опять же, это писал Арнт, и он говорил это на суде, что он очень сильно верил вот, ну в идею, натыкскую идею, даже не столько натыкской идеи, сколько он верил типа в фигуру Гитлера, для него вот этот начальник сверху был очень важен, вот для него эти приказы, для него это было прям, ну вот, вот есть приказ, надо делать, ну и получается, что для сотрудников, даже если я, вот вспоминаю, там тот же 20-й год, по факту, это же было то же самое, там, нам приказали, там, нам не хочу работы лишаться, а зарплата, ну то есть, вот какие-то такие, то есть, как, мне сложно понять, как можно, как можно думать про то, что тебе там зарплату не дадут, если власть снова придет, ну условно говоря, там, чего они боялись, а не о том, что ты человеку сейчас можешь, там, не знаю, голову прошибить, но это, это я не могу понять, вот, откуда это тоже сложно понять, ну это такой философский вопрос, мне, так, я могу сейчас очень долго про это размышлять, но, я просто не могу понять, как это возможно, потому что, потому что, вот есть вот этот, знаете, я бы тоже сказала, что это больше пропагандистский такой, такая фраза про вот это, мирных белорусов, мы мирные, мы там, у нас даже в этом государственном гимне есть вот эта фраза, мы белорусы, мирные люди, ну получается, что какая-то часть нет, это какого ролла, типа, кому-то, кто-то ровнее всегда, и мне кажется, ну типа, вот эти их постоянные противоречия друг другу, или там, не знаю, если ты смотреть на того же Озарёнка, тоже непонятно, то есть, такое количество жестокости изо рта льётся, что вообще непонятно, как это возможно, типа, откуда этого человека, вот, за счёт чего, откуда вот эта такая злость к тем, кто, ну по факту, вроде как ничего не сделал, ну тебе конкретно, то есть, ну и те же люди, которые там, не знаю, комментарии написали, а им там, не знаю, дверь снесли, это как-то очень странные, неравномерные силы, но и про какой-то, какой-то физический отпор, для меня это тоже не очень хорошо, я бы не хотела такого. Полина, а на кольке, Сашка, працодокументование, в бытовом ключе? Ну, наверное, как и любая работа, ну в любом случае сложно, но здесь есть свои сложности, они в первую очередь такие, ну психологические, эмоциональные, я бы сказала, потому что, то есть, когда каждый день, непосредственно слушаешь людей, у которых настолько травмированы, и когда ты слушаешь про пытки, это тяжело, действительно. Очень много собственных усилий требуется по какой-то заботе о себе после этого, по восстановлению, то есть, очень важно там, соблюдать режим сна, гулять, отвлекаться, мне с этим местами очень сложно, потому что, опять же, мои какие-то личные интересы непосредственно тоже связаны, типа, с, что там в концлагерях происходило, или там, то есть, мне иногда сложно отвлечься, вот, но я бы сказала, что это сложно, потому что, очень сложно потом отделить непосредственно работу и жизнь, вот, и в принципе, я бы сказала, что там, как только я пришла волонтеровать весну, и мне сложно сказать, что это там какая-то моя работа, это просто, ну, то, с чем я занимаюсь по жизни, это не моя работа, вот, то есть, то, чему я готова отдавать столько времени и своих сил, сколько потребуется, но нет смысла в этой работе, если ты сам там просто погибаешь, вот, потому что человеку, который рассказывает историю, ему нужна, ему нужно мое внимание и вовлечение, эмпатия, а если этого не будет, если я не смогла как-то восстановиться, например, после прошлого интервью, ну, то есть, то работа идет на смарку, поэтому, да, это тяжело, и здесь абсолютно такие стандартные советы, типа, спать, есть, гулять, какие-то такие базовые, на которые действительно работают, ну, опять же, не тяжелее, чем, наверное, шахтерам, но, но, да, с основным бывают проблемы. Я задала все ботанике, я хотела, что бы ты хотела еще додать, Полина? Приходите к нам на документирование, вот, приходите к нам на документирование, очень важно это все фиксировать, для будущего и для настоящего, потому что память такая штука, что, там, через два года, год уже какие-то факты могут быть и не быть вспомнены, но они очень важны, например, вот, поэтому, в общем, да, приходите на документирование. Стас, чем ты занимался до комитета? Где ты учился? Я закончил юридический факультет Белорусского государственного университета по специальности правоведения. Я юрист. Ты работал юристом? Да, так странно получилось, что, вот, всю, получается, жизнь мою после окончания университета я работаю по специальности, хотя, когда еще научился, на юрфаке я, ну, то есть, не думал, что это прямо 100% я буду юристом работать, и даже не скажу, что мне прям очень нравилась там учеба. Почему тебе там учеба не очень нравилась? Потому что, ну, совковые преподаватели, вот, я закончил лицей БГУ до этого, и качество образования, ну, как бы, которое я получал в лицее, да, и в университете, очень сильно, очень сильно отличалось, вот. Плюс, ну, на мой взгляд, был перебор немножко с правовыми дисциплинами, потому что мы учили буквально все право, которое существует в Республике Беларусь, ну, я имею в виду отрасли права, такие там, как аграрное право, там, земельное право, это, да, это две разные, как бы, дисциплины, да, там, экологическое право, очень-очень многому все-все-все право, и, конечно, может быть, так и должно быть, но все-таки университет, а вообще оно, как нас, где-то нам говорили, что это от слова универсальный, да, что, ну, университет дает какое-то комплексное образование, а вот каких-то таких интересных дисциплин, их либо было очень мало, ну, имею в виду, то есть, не правовых, и очень, да, были бедные, и, а, и что самое, вот, интересный момент, что на юрфаке не изучают права человека практически, то есть, изучают только две маленькие специализации, это политологи и, собственно, там, госуправление, да, то есть, и это только зачет, ну, это что, как бы говорить о, значит, да, белорусской системе образования области права, что такую вот такую важную вещь, такую важную отрасль, как права человека, на юрфаке не, можно сказать, не изучают, вот. Следующий вопрос такой, жаль, что мы не разговариваем у тебя дома, потому что с Полиной, документаторкой весны, мы разговаривали у неё дома, и у неё дома очень много книг про нацизм, это её любимая тема, и так она стала документаторкой, так вот, Сташ, что лежит у тебя дома? У меня, ну, у меня интересный набор книг, вот я сейчас вспоминаю свою полку, я скажу сразу, что книг у меня немного, потому что я нахожусь в эмиграции, да, и, ну, как бы со мной много, с собой много чего не повозишь, и мои книги, ну, очень, то есть, со мной только самые важные какие-то книги, и они, ну, постепенно пополняются, конечно, моя полка, вот, то есть, пока это только одна, там, одна или, может, две полки, значит, какие книги у меня лежат? Так вот, по памяти, это компас, пособие по образованию в области прав человека, вот, от Европейского совета, значит, Генрих Синкевич Камагридеши, Владимир Короткевич Колосы, Розенберг Ненасильственное общение, Айн Рент, Атлант расправил плечи, Библия есть, ну, Путь художника, Путь художника. Как это связано с документированием? Путь художника? Пусть художника. Пусть художника? ну, это у меня, это, не знаю, мои книжки, это как, ну, какие-то мои такие важные, да, то есть, ну, части меня, как человека, как личности, которые я с собой вожу, читаю, перечитываю, ну, некоторые книги, там, такие, как Колосы, например, вот, или Камагридеши, да, или, ну, Компас, это просто пособие, вот, они просто связаны, ну, с моими взглядами, с тем, да, это не про мою деятельность по документированию, это мою, ну, про меня, как про творческого человека, я ещё занимаюсь творчеством, музыкой, то есть, вот, ну, как они связаны, многие книги отражают, в них заложены ценности, в которые я, ну, верю, да, которые со мной всегда в жизни, то есть, это свобода, ну, не насилие, права человека, да, и, в общем-то, другие добрые, хорошие вещи. Как бы ты описал, в чём цель документирования? Это фиксация и привлечение к ответственности? Слушай, ну, если кратко, то да, это зафиксировать подробно то преступление против прав человека, которое произошло с пострадавшим, вот, мы подробно опрашиваем все обстоятельства произошедшего, всё, что происходило с человеком, вот, для того, чтобы это зафиксировать, пока эти воспоминания свежие, да, и восстановить всю картину деталей того, что с ним происходило. Потому что момент, когда может наступить возможность для правосудия, ну, человек может уже что-то не вспомнить, вот, и мы это делаем сейчас, то есть, наша организация документирует, вот, для того, чтобы, как бы, ну, можно сказать, по свежим следам фиксировать те преступления, которые, да, происходят в Беларуси, которые не расследуют белорусские власти, то есть, мы такую выполняем, этакую функцию, следственную функцию, раньше человек мог пойти в следственный комитет, да, написать заявление, хотя бы и раньше ничего бы это не дало, но, как бы, сейчас, тем более, человек не пойдет по соображению безопасности, ну, как бы, как идти туда, в структуру, которая, как правило, да, напрямую связана с репрессиями, с теми преступлениями, правонарушениями, которые мы фиксируем, вот, соответственно, мы выполняем эту функцию, то есть, такую, ну, следственную функцию, следственную функцию фиксирования, да, ну, и сбор, конечно же, документов, то есть, помимо подробного опроса человека, да, фиксации, вот, что произошло с его слов, мы собираем все документы, медицинские документы, это протоколы, да, все процессуальные документы, все, что у него, в общем-то, есть с арестом. Что самое тяжелое и трудное для тебя в процессе документирования? Вот сейчас, спустя три года, да, практически, этой работы, ну, для меня самый большой вызов, это, а сохраню ли я, то есть, достаточно ли во мне эмпатии, вот, для того, чтобы продолжать этим заниматься, потому что, ну, чтобы документировать пытки, да, там, или жестокое обращение, ну, то есть, тут важна не только техника, да, того, как ты это делаешь, методология, но и сопереживание, да, чтобы человек действительно, ну, понимал, что это важно не только ему, то есть, то, что он говорит, это важно, это важно для всех, да, или, ну, конкретно в том месте, где он это делает, вот, вот, чтобы человек понимал, что это важно, ну, человек, который его документирует, ну, должен проявлять какую-то степень эмпатии, вот, и я, там, на последних документированиях себе задавался вопросом, а достаточно ли я был, ну, эмпатичен, да, потому что, когда ты уже, у тебя за спиной, там, более 300 интервью, там, да, или уже под 400 интервью, то, конечно же, ну, уже многие вещи, ты уже их слышал, да, то есть, ты уже знаешь, ты, ну, как бы, ну, тебя, конечно, не все, да, уже не все может впечатлить, да, и, ну, уже как документатор профессиональный, ты понимаешь, что тебе надо зафиксировать, да, то есть, есть какой-то определенный пул вопросов, которые, в принципе, ну, они, там, с большего не меняются, да, то есть, каких-то основных, и, конечно, ты их уже задаешь, ну, то есть, вот эта методология, то есть, следующая методология, и, конечно, это уже может такое немножко быть, как иногда, ну, такое ощущение, ну, не то чтобы конвейера, но, да, такое, ну, по сценарию, да, а когда, все идет сценарий, ну, и все-таки это же работа, да, то есть, ну, может, как бы, часть эмпатии уходить, вот, и, и вот иногда, типа, ну, я переживаю по поводу того, достаточно эмпатичен, и в то же время, вот, отвечая на твой вопрос, а что самое тяжелое, а вот как раз таки и тяжело все время это проявлять эмпатию, то есть, потому что, ну, ты работаешь с людьми, как бы, это как, ну, чем-то похоже на профессию психолога, причем, ну, если в сеансу психолога он длится, там, 50 минут, как правило, там, 50 минут, час консультации психолога, то наши интервью, документирования могут непрерывно происходить на протяжении 3-х часов, 4-х часов, и сохранять на протяжении 3-х часов эмпатию, да, сопереживание, ну, к человеку, с которым происходили довольно сильные потрясения, да, физические, психоэмоциональные, и при этом этого человека ты, ну, там, сам впервые видишь, там, да, то есть, ну, это тяжело, это довольно тяжело, это сложная работа, вот, и поэтому, ну, как бы, документаторам нужен отдых, да, то есть, у нас у самих есть психологи, вот, мы сами ходим к психологам, и, в общем-то, ну, вот, как-то так, это самая сложная, да, эмпатия. Веришь ли ты, Стас, в справедливость, и какой она будет выглядеть? Ну, я не знаю, как бы, как вот, ну, точно это понимать, да, там, вера, справедливость, ну, у меня есть, да, у меня есть определенные, ну, принципы, согласно которыми я живу, и я поступаю в соответствии с ними, и, конечно, я бы хотел, чтобы, да, там, моим принципам, да, ну, плюс-минус следовало общество, да, то есть, ну, принципы простые, то есть, принципы, которые общие для всех, это, да, то есть, ну, не насилие, соблюдение прав человека, не нарушение свободы, да, личной, друг друга, вот, и, в первую очередь, со стороны государства, и, в общем-то, ну, в таком смысле, я, конечно, ну, я в это верю, да, то есть, я верю, что это важно, что, то есть, у меня есть модель какая-то того, как я бы хотел, ну, видеть наше общество в Беларуси, как оно должно функционировать, что в нем не должны нарушаться эти принципы, не должно быть, да, такое повальное насилие, да, со стороны государства, либо других лиц, каких-то, там, бездействий или позволений государства, вот, и, ну, какой она должна быть, ну, вот, я, собственно, описал, что должны соблюдаться права человека, не нарушаться, вот, либо, ну, должна быть восстановлена, да, не для того, чтобы даже кого-то наказать, да, кому-то отомстить, а для того, чтобы просто такого в прессе не случалось, то есть, вот, чтобы, ну, как бы справедливость восстанавливается, для того, чтобы, да, чтобы состояние, нормальное состояние, Жизнь общества продолжалась, потому что если справедливость не восстановится или права нарушенные не восстановятся, то, соответственно, такое будет продолжаться дальше. И, наверное, мы это делаем в первую очередь не для того, чтобы там кого-то наказать, а чтобы, ну вот как хороший был в Украине, мне кажется, я не помню с какого года, такой вот лозунг, да, вот ко дню победы, да, 9 мая, что если в Российской Федерации такой нарратив, ну это в ватной среде, что типа можем повторить, то в украинской там николь и снова, да, никогда снова. И мы это делаем в первую очередь для того, чтобы, да, мы, это историческая память, мы фиксируем эти ужасные события, через которые происходит наша страна, для того, чтобы это не, такого больше не повторилось, чтобы проработать ошибки, восстановить, ну, то есть помочь людям, да, восстановить их в их правах, в их достоинстве, да, ну, потому что огромное количество людей унижено, подвергнуто пыткам, и мы хотим, чтобы эти люди в первую очередь почувствовали, да, что то, что произошло с ними, это ненормально. И что такого впредь не должно повторяться, и должны быть приняты меры, да, да, кого-то, да, возможно, кого-то надо наказать будет, ну, возможно, точно, да, те, кто нарушал эти права, и, ну, то есть вопрос в инструментах, да, то есть это может быть по-разному, и, в общем-то, конечно, ну, в таком плане справедливость должна быть восстановлена. Общество должно нормально функционировать, никому не должно применяться, да, насилие, такое, ну, безграничное, да, государственное насилие, если оно проявляется, должно быть проведено расследование, и, в общем-то, люди должны быть восстановлены в своих правах, вот. Не сдавайтесь, вот, ледники растают, и весна придет, обязательно наступит, как это, наступит свет. Вот, вот, он есть, многие его видят, и люди, с которых я документирую, чем мне нравится моя работа, это то, что люди, с которыми я пересекаюсь, с которыми я работаю, которых я документирую, они в массе своей, в большинстве своем представляют пример таких, ну, просто такого огромного какого-то оптимизма, жизненной энергии, несломленности, и на самом деле это я у таких людей учусь, да, то есть, ну, стараться быть таким, вот, и поэтому, вот, ну, я хотел бы, да, пожелать всем, в общем-то, не сдаваться, видеть свет, видеть свет, и идти, и просто жить, жить честно, согласно своим, своим убеждениям. Это довольно несложно звучит, безусловно, этому сложно следовать, но, с другой стороны, если жить честно, не вредить никому, то жизнь, на самом деле, будет простая, да, в остальном и счастливая, вот, как-то так. На пракансы гэтага выпуска нагадаю вам, што у Беларуси працягиваются массовые катывания, сбивания, утримания у нечеловеческих умовах, у изоляторах, и, коль вы сутыкнулись с порушением ваших правов, то звертайтеся до права оборонцов, кабы задокументовать свою историю. Гэта да поможет у будущего не притягнуть до отказности усіх датычных до репресии. И на этом я с вами развитваюсь, а с вами была Катерина Пакуль.